В Башкортостане в сфере строительства за первое полугодие выявили порядка двух с половиной тысяч нарушений. Сумма административных взысканий составила шесть с половиной миллионов рублей. Данные озвучили участники совместной коллегии госкомитета по жилстройнадзору и госкомстроя республики. По словам специалистов, основная часть нарушений это несоблюдение застройщиками требований проектной документации, то есть расхождение между фактически построенным и тем, что должно быть по проекту. А также самовольное строительство, в основном это касается небольших объектов. Немаловажный вопрос соблюдения противопожарной безопасности при возведении зданий с массовым пребыванием людей. За первое полугодие 18 года у нас проведено более тысячи проверочных мероприятий в отношении этих объектов. Выявлено порядка двух с половиной тысяч нарушений. В двухстах случаях мы вынуждены привлечь виновные лица к административной ответственности и наложить административные взыскания. За прошлые три года количество проверок у нас в отношении юридических лиц стало меньше, то есть если за аналогичные периоды прошлого года мы провели там более трех тысяч проверок, то в этот раз поменьше. Но вместе с тем, конечно, санкции за выявленные нарушения, они составляют большую сумму. Выездная коллегия надзорных ведомств состоялась при поддержке Союза предпринимателей УФЭ. В ходе заседания представители бизнеса могли задать докладчикам интересующие вопросы и внести свои предложения. Открытые публичные обсуждения с участием предпринимательского сообщества и руководителей госорганов проводятся в столице республики ежеквартально. И такая практика уже доказала свою эффективность, заявили в Союзе. Государственные комитеты рассказывают о правоприменительной практике за предыдущий квартал, тем самым показывая бизнесу те ошибки, которые были допущены возможно конкурентами, возможно партнерами, для того, чтобы бенефициары бизнеса увидели возможные огрехи, увидели ошибки и не допускали их у себя в бизнесе. В середине августа Союз предпринимателей УФЭ проводит аналогичную встречу с Республиканским МЧС и Госкомитетом по чрезвычайным ситуациям. Также запланированы публичные обсуждения с представителями Минземимущества и налоговой службой.